В России задержали новых генералов из команды Шойгу, а именно задержан директор Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Министерства обороны России Патриот Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника главного управления инновационного развития Министерства обороны России генерал-майор Владимир Шестеров о деле о коррупции. Их подозревают в хищении бюджетных средств на сумму 40 миллионов рублей. Чуть ранее, я напомню, был также арестован бывший заместитель обороны, министра обороны Российской Федерации генерал Булгаков. Скажите, как-то к Шойгу все больше и больше приближаются вот эти вот кремлевские чистки или это просто зачистка старой гвардии ради выгоды и ради коррупции нового поколения, скажем так, политиков там? Пока у меня нет оснований, что Шойгу прямо самого заберут. Путин все-таки до сих пор старался прямо лично тех людей первого эшелона, членов, так сказать, путинского политбюро, но лично все-таки не трогать. Их окружение чистит, сажает, позволяя, вернее, одним группировкам в своем окружении съедать представители окружения. Видео там, например, многие подельники уже сидят. Вот, поэтому в самом факте чистки окружения Шойгу вот протестственного нет. Это в этом заинтересован, крайне заинтересован, ну, во-первых, сами чекисты, это их лек, так сказать, да, следственный комитет. Они могущественные группировки, как я только что рассказывал про Иран, поскольку в стране протестные настроения усиливаются, рейтинги властей падают, и приходится править, если они с помощью пропаганды и иных способов убеждения. Ну, в общем, они загребают контроль над большим объемом в политическом пространстве страны, ну, и в бизнесе тоже. И поэтому они, в общем-то, говорится, да, то есть они заинтересованы в этих чистках, и убедить их не делать этого, ну, мало кто в стране может. Только что сам Путин, вот, значит, следственный комитет ФСБ и Белоусов, безусловно, Белоусов тоже по максимуму заинтересован в том, чтобы сейчас под его людей, это во-первых, а во-вторых, ну, он, он так, тебе пытается наработать, так сказать, коррупцией, вот, так сказать, на всякий случай пригодится, пусть будет. Значит, ну, и, значит, самое главное, это то, что, ну, вот, он сейчас, он находится в положении, чем хуже, тем лучше. Вот, чем больше по поводу коррупции в Министерстве обороны, тем меньше, на самом деле, спрос с Белоусова. То есть за любые неудачи, любые поражения, с него и сейчас как, спросишь? Видели, какое хозяйство мне досталось? У меня же все разворовали, все развалили, все разграбили. Ну, да, я пытаюсь сейчас, так сказать, пересобрать все это. Не будет время, понимаете? То есть он обеспечивает себе длительный период комфортного вхождения во власть. Ведь если бы, например, была всеобще убежденность, что бы такая эффективная, совершенно некоррумпированная, работающая, как швейцарские часы, боевая машина, ну, так с него бы за результат прям через день стали бы спрашивать. Победы и так далее. А сейчас, ну, какие могут быть победы в ситуации, когда у меня жулик на жулике, жуликом погоняет. То есть, подождите, сейчас будут чистить эти агивы кайф. Вот, поэтому и Белоусов в этом заинтересован. Ну, а поскольку Белоусов давно уже является тактическим союзником, как минимум, значительной части чекистов, если не, ну, его значительной части, то тут их интересы совпадают. И вот, и поэтому они с разных сторон, так сказать, убеждают Путина, что, ну, это все правильно. В этой ситуации, ну, происходящее выглядит в высшей степени естественным. Вот, и возвращаясь к шагу, повторюсь, что, ну, я все-таки не думаю, что правило его прямо посадит в первое, так сказать, лицо. Ну, он очень внимательно следит за тем, что заведены реальные государственные полномочия, ведомства, там, структуры, потоки лично по отношению к нему. Ну, чтобы каждый из них знал, что вот на будущее с Путиным он может рассчитывать. А если он начнет их самих сажать, ну, так получится, как с остальным, который, как известно, непонятно от чего умертся. То ли сам обратно помогли, в первую очередь Берия. Ведь Берия вдруг почувствовал угрозу в последние месяцы, значит, миграции, и он почувствовал, что снаряды ложатся слишком близко. И есть версия, она, в принципе, ну, выглядит вполне правдоподобно, что на самом деле он не только он, возможно, и Молотов, ну, то есть разное, в общем, обсуждают. Но вот версия о том, что на помощи со стороны ближайших соратников, она считается такой, знаете, ну, вот среди историков, так сказать, неопровергнутой, давайте так скажем, да, имеющей право на жизнь. Хотя доказательств, конечно, нет, но оно и понятно. Значит, поэтому вот Путин не хочет, чтобы его соратники лично наведены реальные ресурсы, кто в состоянии принимать решения от имени государства, чтобы они волновались по поводу своего личного будущего. Наоборот, он хочет, чтобы они все чувствовали, ну, нет, Путин он такой, он все равно простит, что вот для своих, по отношению к своим, он все равно все-таки вот отец одной, да. И вот я не думаю, что по курсу изменит, к тому же он, очевидно, слабеет, и его зависимость от ближайших соратников усиливается. И ему в этом смысле все более нужный. В подготовке заказного убийства своего бизнес-партнера. Также уже сейчас журналисты выяснили, что он известен своей любовью к дорогим праздникам. На свой юбилей в 2018 году потратил 60 миллионов рублей. Там же выступали Басков, Меладзе, Дмитрий Маликов, Игорь Крутой. Ну, в общем, люди, которые очень любят роскошь. Если дела касаются такого уровня чиновников, их разве вообще открывают, или все обычно решается по-тихому? Ну, я же только что говорил, что влияние силовиков в стране возросло. И те вещи, которые еще вчера оказались немыслимыми, сейчас уже оказываются в состоянии... Савелев действительно исторически был повязан с Кириенко. В конце 90-х годов, когда Немцов из Нижнего Новгорода в Москву и назначил его заместителем министра топлива и энергетики, сам Немцов был вице-премьер Кириенко, он посадил своим замом... Ну, де-факто Немцов сидел в Белом доме, а министерством де-факто, на самом деле, рулил Кириенко. И вот так был из Нижнего Новгорода Савелева и посадил его рулить транснефтью. Но что там после этого происходило, честно скажу, между ними членами сохранились. То есть, они очень давние. И, может быть, ничего там сейчас уже между ними нет. То есть, что есть это то, что членам Совета Федерации в Тульской области. И его переназначал Дюмин, нынешний помощник президента оборонно-промышленного комплекса, который до этого работал губернатором Тульской области. И вот там связка, она действительно Дюмину, его преемнику на посту губернатора, который переназначил Савелева только что. А, конечно, вернее, нет, должен был переназначить после выборов в сентябре. Но, в общем, в любом случае, ну, к ним могут быть вопросы, которые тут такие, так сказать, да? Вот. В общем, и Кириенко, и Дюмин, которых теоретически политически ослабление может ослабить, они, конечно, ну, такие. И Кириенко совсем враг для ястребов. Дюмин, ну, так, скрытый враг, но, скорее, все-таки не наш. Вот. Поэтому тут есть, наверное, политический аспект. Но все-таки в первую очередь того, что я пока вижу, ну, это больше похоже на бизнес-разборки, в которые, ну, силовики вмешались просто за какую-то так принято. Ну, хотя доля, конечно, не такая уж и малая, наверное, оказалось, потому что там лично генеральный прокурор участвует. Но сейчас легко дается, значит, возбуждение уголовных дел, посадки, что, в принципе, не то, чтобы они там перенапряглись из-за этих вопросов о цене, так сказать, во сколько все это обошлось. На самом деле я совершенно не исключаю, во всяком случае, один из моих источников, которого я спросил про происходящее, сказал, что мне кажется, что это вообще совсем банально. Это тот человек, которого якобы заказал Савельев, и решил, что вместо того, чтобы ему отдавать, проще его посадить. Занес в прокуратуру, вот, и прокуратуру посадила Савельева. Значит, а этот якобы покушался, вот, он теперь, так сказать, остался при деньгах. Ну, вот, есть и такая версия. Ну, в общем, это такая история, в которой очень сложно разобраться, потому что очень многое ты не можешь... Ну, то есть, поскольку там практики процветают абсолютно, вполне реально могут просто заказать тебя, чтобы не отдавать тебе твои же собственные деньги, которые у тебя заняты. Да, вот, поскольку все это там у них процветает пышным цветом и не имея доступа к реальному инсайду, а путем, вот, логических умозаключений понять, что там на самом деле произошло, даже бывает невозможно. Поэтому вот я, наверное, вот, все, что мог сказать, сказал. Наверное, вот, по крайней мере, на сегодня больше... А какая вообще атмосфера, обстановка в самом Кремле? Сейчас что-то угрожает Путину или внутри абсолютно ничего? Ну, нет, сейчас, конечно, по сравнению с ощущениями от... Когда реально шоком стало, что как мы там, которые должны были взять Киев за три дня, вдруг, значит, там, бежим из-под Харькова... Вот. Сейчас, конечно, ситуация стабилизировалась. Вот после убийства Пригожина... Ну, то есть был вот шок лета 22-го года, потом был шок лета 23-го, Пригожинский мятеж, который тоже реально поставил систему на грань коллапса. В принципе, у Путина такая некоторая нормализация, стабилизация произошла, по крайней мере, на внешних фронтах. Ну, во-первых, отбить украинское контрнаступление, потом целых полгода не было у Украины поставок оружия из Америки, пересидели, перетерпели, так сказать. Ну, видите, Навального убили, выборы провели, хотя и криво, косо, но, тем не менее, это не та проблема. Вот. Сейчас происходящий... Был момент разочарования, когда их из-под Харькова быстро выгнали, то есть они сначала дальше пойдем, потом, видите, на Харьков кинулись, но не получилось. Был момент разочарования, когда из-под Харькова их выкинули, но ничего, вроде потихонечку наступаем, так что есть еще надежда на то, что, так сказать, справимся, да, Пипел. Вот. То есть, ощущения блестящих перспектив, конечно, нет, но и нет ощущения, что все рухнуло. То есть, у них, на самом деле, все эти два столовых года волны, горки, у них то вниз, то вверх. Вот. И сейчас, ну, поскольку предыдущие негативные ожидания не оправдались, более-менее живы, так сказать, ну, нормальное настроение такое, значит, рабочее. А в будущем, в далеком будущем, как-то стараются особенно не задумываться, людей очень там, вот подавляющее большинство российских элит, их пугает внутренний враг. Свои собственные в духе 37-го года, они реально, в духе 37-го года, они реально начинают напрягать уже вот саму путинскую элиту, там, не, значит, ни условного Пригожина, ни условного, ни условной Гаги, там, да, своих собственных, вот, они-то помнят уроки того, оригинального 37-го года, нет того объема лояльности, демонстрируя который, ты мог бы гарантировать машины, она в какой-то момент переедет всех, в том числе и самых лояльных, и в том числе самих себя, от этого процесса, и поскольку все движется в этом направлении, и не может не двигаться, потому что в целом-то общество воевать хочется меньше, протестное настроение усиливается, эти парадии, ну, то есть, это то, что происходит в Иране, да, поэтому политическая власть впадает в зависимости от силовиков, а силовики умеют только сажать, причем у них мозг, ну, то есть, это тираннозавр, значит, мощными челюстями и крайним мозгом, и этот тираннозавр, ну, там, он, он, он жрет всех вокруг, этим самым он готовит свой собственный конец, что в конце концов вокруг никого не останется, ему придется жрать самого себя, как это было в 30-м году, как бы, Ягоды, Ижова, да, самого Берии, в конце концов, он тоже был расстрелян вчерашними коллегами, вот, Серовым, например, своим, вот, Абакумова, там, да, мало кто из них вообще умер в собственной кровати, вообще-то, вот, но остановиться в силу вот очень маленького мозга, ну, то есть, челюсти слишком много энергии забираются, да, и в мозг мало крови течет, вот, поэтому вот такие маленькие кровавые злобные глазки, да, большие челюсти и минимальное присутствие мозга, пугает, понимаете, и Кольчуков, и там, да, и даже этих Рутенбергов, которые сами привыкли всех своих департнеров швырять, вот, сейчас все уже, так сказать, неуютно поеживаются, Медведев истерит от перепуга, вот так, понимаете, вот это все, что демонстрирует Медведев, это по крикам, визгам, значит, продемонстрировать, что ребята, я свой, я никакой не тайный либерал, не обвиняйте, смотрите, какой я, как вы можете такого человека, так сказать, арестовать, арестовать его окружение, вот, в общем, то есть, так сказать, то есть, ощущение стратегического тупика там, конечно, присутствует, там растет недовольство, вот, второго истеблишмента, вот этот кружок Катерины Тихоновой, я о нем отдельно рассказывал, молодежи появляется понимание, ну, там не всегда молодежь, там тоже Белоусин, он человек, мягко скажем, пожилой, по возрасту мог бы быть позже, уже в 2010-х годах, то он все-таки второе поколение, вот, и у них вот сейчас настроение, что вот это первое поколение, вот этот условный кооператив Узер, который пришел к власти вместе с Путиным, но они все делают, так сказать, всю малину испортили, делать, и они там ищут варианты, что с этим сделать-то, да, потому что, ну, они чувствуют, что режим становится все менее устойчивым, что социальная база-то умирает, в общем, ну, ну, мягко скажем, там, конечно, внутри масса проблем, и назвать режим уже нельзя, есть факторы, которые способствуют устойчивости, но есть факторы, в первую очередь долгосрочные, которые, конечно же, работают в предоположении. Аббас, спасибо вам огромное за этот разговор, российского позиционного, тренер, політолог, політехнолог та бубліцист. Аббас Галямов з нами був на зв'язку. Попрошу ще раз нашу аудиторію підтримати цю розмову, поставити нам лайк і написати ваш коментар. Дякую дуже. Дякую за перегляд!